сэр джереми пердингтон всех приветствует и наступает наступает утро еще один удовлетворенный клиент похоже у учителя был тяжелый день действительно девочки действительно до утра сэр джереми пердингтон третий без сил просто на полу лежит но пора и честь знать сэр джереми встаем удовлетворенный и одеваем костюм приключений убираем меч наверное вот так вот и шлем одеваем надо зачинить все и нужно сегодня приключениями действительно заняться опознать два молота мантию где-то вот это перетехнические луки и ментальные ингибиторы впарить потому что если я правой кнопкой прожму то выучиться рецепт да да вы выучили новую схему и как это повлияло никак не повлияло а где они отображаются они наверное где-то нету что-то я не вижу их что может быть здесь здесь гербология а вот кнопка показывает изученные вами схемы да вы получили приобретая навыки а кнопка найденные схемы вот найденные схемы собственно ментальный ингибитор ищите дополнительное преимущество перед враждебным чародеем можете забыть о поисках если у вас есть ментальный ингибитор путем объединения едкой кислоты с чудом разума вы можете создать коварное оружие способное сломить волю волшебника вы заставите его бежать пока он будет пытаться вспомнить самое простейшее заклятие ничего себя увеличивает интеллект восприятие воли обаяния едкая кислота мне было первых найти эти ингредиенты во вторых я не буду этим пользоваться в третьих я себе запомню что если мы будем сражаться с техниками то они могут против нас подобное применить сэр джереми так мадам лил спасибо за отличный вечер а сэр джереми пардингтон выдвигается выдвигается игра работает в 1024 на 768 намного лучше ребята правда не знаю сейчас поиграем часик посмотрим как она вся одну все равно на так прогружается не а сэр джереми увереннее бегает как мне кажется быстрее быстрее немножко работает посмотрим дом на горожанин ходит такое сейчас мы идем опознавать вещи а потом к гилберту бейтсу пойдем за ответами на интересующие нас вопросы а потом куда мы пойдем я не знаю мы будем смотреть по обстоятельствам мы должны дочистить шахты черной вот этой горы потому что они даже они за три серии по сути не зачищены до конца очень жесткий данж мудрая женщина 31 уровня идентифицировать 100 монет сокрушающий молот критическое попадание 10 процентов неплохо неопознанный молот тоже сокрушающий и мантия теневая я потратил 300 золотых за это сейчас посмотрим как мы сможем отбить эти деньги да и ассортимент настой толщине кожи увеличивает сопротивляемость повреждениям что-то он не особо зашел заколдованы военные сапоги скорость плюс 5 у меня такие же да а перчи легкой руки мне такие не нужны я наверное взял бы слезы морганы что-то сегодня у нас наценка большая мем что это такое а позвольте наценка дороговато действительно этого не нуждаетесь свитков нет у вас нынче уже временный бонус кары красоте использовать армята красоте а от чего зависит торговля от силы воли убеждение зависит от от обаяния от красоты начальная реакция персонала но у нее реакция чуть-чуть получше будет час у нее нейтральная реакция в принципе допустим они мы продадим эти вещи в нужных магазинах по дороге к гилберту бейтсу вот так вот мы поступим и будем уже заниматься приключениями в мире арканума значит была еще дана наводка на эшбари у нас что там какие-то светлячки появились надо изучить книгу в библиотеке вот я же еще совсем забыл я же должен был серию посвятить книгам целую но вот не знаю делать это или нет пока что пока что это не к спеху я думаете все книги понадобится читать в принципе по сюжету мы библиотеку будем возвращаться начальная тренировка торговля взлом торговля мы и так имеем степень от эксперт по ремонту вы можете делать на нее давайте продажу обычную я вам у вас 50 процентов а у вас разная наценка да сэр стеориновую кислоту забираете глушитель двигателя не хочет забирать стрела не берет странно раньше все брали забираете вот это вот это ого зрительный прибор 972 монеты забирайте скимитар 47 монет мантию это магу можно продать в принципе электролит допустим но даже он не берет вот эти лавовые камни далее у меня был десница молоха за три монеты гилберта бейтса кольцо мы себе оставим что еще впарить монеты вот этого манура не буду будем пока что продавать грубо огурненный бриллиант плохо покупать изысканное кольцо 39 монет может она квестовая мы пока что его себе оставим кристалл каторн слабо покупает глушитель двигателя не хочет покупать вот посмотрите только на него газету это то ему не надо ну и ладно сэр что-то нынче вами об схема может купите все 9 монет пиротехнический лук я точно пользоваться не буду можно кому-то из напарников конечно его создать но не знаю вообще в принципе если эти схемы которые я нахожу не влияют на наш магический уровень можно было бы закрафтить я этого не знаю но у меня такое ощущение стойкое ребята что схемы схемы надо все-таки вкачивать вот электрику и все остальное ментальное все же надо вкачивать это химию надо вкачивать чтобы это просто создать или чтобы хотя бы не тратить столько ресурсов на создание вещи ценной да да но пока что мы выдвигаемся пропустить ли не бокал или а потом пропустим сэр джереми потому что дела не ждут дела не ждут технически еще побрякухи есть не только магические оружие броня все больше нам нас ничего не интересует нынче и будем выдвигаться странные происшествия в эшбаре мы туда обязательно попадем еще хочу волчью пещеру сходить я может черную шахты черной горы за кадром до чищу но хотя там был еще проход интересный а что за ним вообще не понятно за этим проходом с эр джереми мана у меня сильно не выросла бы соточку где-то маны сэр продавец магириума торговля не покупает вы посмотрите на него у него появляется бесшумная броня магическая кожаная свитки лечение серьезных ран помощи зверя призывает фамильяра плоть в камень шквал льда посмотрите на заклинание воскрешение сколько стоит 5000 это со скидкой я бы не могу до сих пор купить я беру свиток выхода один у меня много свитков обнаружения невидимом а один за тысячу можно продать мне столько не понадобится записку тоже не нужно вот камни уже получше покупает ладно продаем вам камни сэр магические и это эссенция считается краденой все вот этого не хочет брать к сожалению сэр это очень плохо у вас были еще доспехи достаточно забавные но сейчас что-то нету а бутылок у вас купить надо обязательно так 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 морганы вот эти вот эти все бутылки забираем скорости тоже берем и неутомимости берем амулет сопротивление магии мы пока что с магами не встречались но у меня параметр воли хороший у меня должно быть уже какое-то сопротивление бафом засчитываться то есть нет тут торгуем магический кузнец остров отчаяния начальную тренировку подождите сэр торговля молот 113 монет что слабо ценит я правда разгрузился уже это хорошо железная руда у меня две штуки есть что а больше ничего брать не хочет да купить щит дорого очень сэр джереми сила упадет наверное да локовицы легкой руки заколдованы военные у меня все есть мне все ждем света освещение могло бы пойти малые латы регенерации вот эта интересная вещь физка и кольчуга гноме кольчуга эльфийская на эльфов очевидно броня из кожи дракона посмотрите только ребята малые латы 100 магическая сила хорошие стоят дорого изменение шума сопротивление электричеству плохое но по сравнению с нашими с нашей гноме кольчуга и намного лучше по классу брони и по сопротивление урона не такое уж и хорошее тут у нас 22 здесь 23 получше сопротивление огню 10 плюс 10 энергии минус 10 плюс 10 нулевое это нормальная кольчуга класс брони насчет щита я не знаю вот качественный железный дорого мы что-то не можем найти щит щит силы класс брони 30 у утомления наверное да и по у магии нападающему применений плюс и на нем еще есть какие-то свойства не знаю я не буду пока что брать щит мы потому что когда найдем щит мы в принципе посмотрим как сэр джереми с ним тусуется и кузнецу забыл заскочить это на обратном пути но сейчас мы идем гилберту бейтсу выяснять и что и почем что почем насчет шахт я надеюсь того это информация которую мы добыли достаточно входите говорят но мы входим в особняк боится иначе придется возвращаться в шахты и там дальше все чистить но так на второй этаж сэр вот он тусуется вы вернулись ну что какие новости дворфы были изгнаны на остров отчаяния потому что ради всех богов хватит медлить ваше жестокое предательство и кражи технологии обрекло их на это как вы смеете сэр мне что преподать вам урок хороших манер чтобы вы могли войти в общество у меня маловато мозгов сэр пожалуйста простите мой недостаток культуры кажется он ошеломлен тем что вы ему сказали боги именно этого я всегда и боялся это я обрек их а ты чё думал вообще гилберт это ж ты виноват ты нам когда мы с тобой первый раз общались рассказывал историю посмотрите на этих людей откровенно рыдать что я наделал мое юношеское нахальство и вот золото за беспокойство он пытается взять себя в руки вы не могли бы сделать для меня еще кое-что вы хотите отправить меня на остров отчаяния если вы не возражаете я знаю что очень о многом вас прошу но я старый человек и мне надо разобраться во всем чтобы обрести душевный покой каков он остров отчаяния остров отчаянная уголовная колония крайне опасная преступники брошены на ее берегах и предоставлены сами себе они сражаются со стихией и другими обитателями естественно я в долгу не останусь ладно я это сделаю как туда добраться отправитесь в доки эшбери это место отмечено на вашей карте спросите там эдварда тича старого морщинистого капитана он командует одним из кораблей которые я использую для особых поручений он возьмет меня на борт этому человеку можно доверять я полностью ему доверяю о нем ходят слухи а его не вполне добродетельно деятельности в x территориальных водах но он хороший человек и всегда может поможет трудной ситуации это обнадеживается однако мы не будем спешить с этим заданием я предупрежу тича чтобы он сдал вас ряд вопросов сэр так своем бизнесе вы знаете самый известный производитель паровых двигателей в арканами о конкуренции речи быть не можете к мы спрашивали все пара вопросов я снится молоха смертью стенара стоят именно они все указывают на мою связь с кланом черной горы не правда ли почему мне кажется столь важным узнать об их судьбе ладно надо идти понятно все с тобой гилберт бейтс значит новое задание найдите клан черной горы на острове отчаяния остальные задания выполнены получили опыта прилично достаточно ну и шо тут гилберт бейтс архивы у вас запертые да да по сути мы в свободном плавание что я хотел сделать я хотел да можно прогуляться в черный корень можно сделать много чо нам на восток судя по всему сейчас надо пилить в этой эшбери да ребята сейчас мы посмотрим по карте карта мира непонятно место в котором могут находиться несметные эльфийские богатства пещера в которой обнаружили последнего дракона арканума ничего себе город на восточном побережье че еще есть зловещая пещера обломки и тут еще у нас задание место с древней магией которой по слухам находится звезда азрама у меня такое ощущение что сюда мне вообще рано идти тут еще какие то вот и острова отчаяния далеко до них сэр джереми зачинить броню и подумать подумать головой надо еще квестов где то набрать мы по моему не готовы еще тусоваться ребята на девятнадцатом уровне 50 лет нам скоро день рождения сэр джереми да я не засекал когда началась игра он удлиться она может бесконечно потому что это великая ролевая игра правда все равно подгружаются локации несмотря на то что разрешение уменьшил но игра по моему получше стала работать но ребята же запись все таки я думаю вы понимаете я сравню как эта серия в принципе обработается зальется и сделав окончательный вывод может быть вернусь в hd с высокой долей вероятностью потому что это надо в разных помещениях побывать я пропустил кузнеца пока вот это все тут тусил давайте в невермах заскочим хотя бы так сэр быстро и решительно а вы не хотите это все забирать то вы посмотрите только энергетиков монета до опять перегружен что это такое свиток воскрешения дорого все еще все еще дорого 5000 если я бы вот это впарил то я бы мог себе позволить и вернуться в например в начальную локацию воскресить вирджила так против вот это вот это да все надо забирать бутылки потому что то проблемы могут быть без них все тут стрелы вам за две монеты оп 179 стрел и уже при хабар неплохой получили мне бы стальной руды где-то достать надо избавиться от записки трубу можно будет сейчас продать и ботинки ношеные от записки хочу избавиться вот эту штуку еще надо понабрать крестовщику еще разбегать и в кузнецу кузнецу давайте волчью пещеру еще попробуем сходить можно попробовать на квест по самому крутому чекраму в игре сходить за зубчатым просто хотя бы на разведку тут торгуем вам продать всякую ерунду это вот эту трубу 3 монеты и ношные ботинки 5 монет вот эту а вот эту штуку вы не покупаете тут теневая мантия неплохо заходят 5 200 можно возродить кого-то я за вот эту железную руду таскаюсь а где руда дворфов кстати делать в ком-то из напарников да можно магнусов возродить и попытаться выполнить квест на руду что-то мимо надо было правда я не помню сталь нужно было ему ого стоит посмотрите мы в шахтах этого не нашли или возродить вирджила купить свиток но я потрачу все деньги на это ребята интересная ситуация думаю пока что пока мы не обладаем хорошей торговли возрождать напарников не имеет смысл смысла павших вообще это достаточно эстетически получается потому что сэр джереми пардингтон мистик же у нас и не кромант и череда смертей тянется за ним ну не то что эстетически это так вот интересно получается мистическая череда смертей где кузнец был вот этот крутой вот он же до волшебные доспехи не это не он ниже был ребята был ниже тут у нас переулок тут еще наверное кучу квестов попропускал но я вроде бы общался со всеми практически но подсматривать это уже не хочу лишний раз там какие-то прохождения смотреть нет вообще не собираюсь этим заниматься поэтому мы если что-то пропустим то так и останется починить сэр так вот это чините вот это чините и перчатки нормально но более-менее более менее все это заторговать с вами вот эту штуку вообще никто не берет а он берет металлические пластины видите как получается браслет магнуса с собой еще нашу где-то надо в парить кольцо изысканая она может квестовая какое-то тоже не хочется сразу все продавать все это в мусорник тут еще труба нужно это все продать по три монеты газету газету надо был джентльменский клуб но но не на этот раз потому что сэр джереми спешит сэр джереми спешит выйти из ресторанта и наверное попробуем волчью пещеру или еще куда ну или можем опять-таки направиться в собственно в опять-таки в эти в шахты но я в шахты не хочу я от них устал если что в следующей серии сходим в шахты мы еще успеем везде добраться добраться и 5 золотых стоит билет мы используем прям какие-то устройства прошу прощения сэр боюсь вы не можете воспользоваться нашей железной дорогой вы слишком предположены к магии я покидаю вас тогда плюю просто перед вашим киоском как так посмели я слишком стал магический зависим 50 до потому что и все теперь меня не пускают меня скоро таки на поезд не будут пускать когда будет опрос и сэр джереми скажет что он владеет уже серьезными заклинаниями сэр джереми ну пешком тогда тусим так пешком выходим вот тут еще целый район таранта но тут нам стражники говорят не лезь сюда потому что рад знакомству если вы идете в бойл сделайте на свой страх и риск не на какую помощь не рассчитывайте но тут молодые люди 25 уровня орки бандиты полурослых селянин есть они серьезные тут мы еще не готовы наверное к такому столкновению 23 уровень 21 я не помню было ли там за задание в этом бойле папка либо мам ну не знаю не хочу я туда пока шоссоваться мы пока что просто выйдем по прогуляемся не думаю еще надо пару уровней надо не знаю сэр джереми 30 уровень когда получим тогда буду себя ощущать уже более более весомо сома пока что давайте так пока что давайте волчью пещеру сходим вот сюда откуда она появилась и общие понятия не имею мост сэр джереми сюда сюда и волчью пещеру что это за волчью пещера можем этом были а я просто забыл проверим и можно будет сделать ходку на если я через горы конечно пройду потому что горы так просто не пройти насколько я помню нападение происходит кто это это два кайта берсеркера но они отправляются отдыхать первый сразу второй что-то пытаются напасть уклонение срабатывает на единицы здоровья продавать ее ложится отдыхает с эр джерами приготовить марганы мало вот это приготовим зелье и вот это и и вот это у меня по по заклинаниям там еще читала ну отбросить человека но это если какой-то жесткий нападет один трое сейчас сейчас следует наверное осветите ночь и помощью огненного шара сразу трое ложатся и без проблем сэр джерами за это опыт так капает капец просто можно намотать несколько кругов два волка например урон-то повысился с прошлого раза до чик чик все все цветочки можно собирать но я не гербология не хочу заниматься скучная наука ботаника хижина саймона в туманные холмы рано возвращаться надо руду найти железную стальную ну качественную волчью пещеру сходим почему нет посмотрим что там она и данная был наверное волчьей пещере ребята такое ощущение что был сейчас проверим это все захожу так фризанула отпустила не не был потому что тут крыса тусуется не был я здесь ох тут динамит посмотрите труба отличная пещера каменный уголь уже мне на нее кто-то наводку давал так крысы какие у нас точно это элементарный противник сэр джереми вот я надо было опыт получать фаербол молодым людям так зачем ты сэр джереми сандалишь не надо куда ну давай на север для начала бочка еще есть до сюда надо было определенно заходить в эту пещеру скелет лежит и обычные крысы они мерзкий грызун 12 уровня и такой уж и обычный сэр джереми призываем тогда барримора готовимся к серьезному сражению далее мерзкий грызун и малый скелет мы сможем поднять его дух призывать к ответу выпить энергетик так потому что на меня нападали на барримора тоже нападение энергетик пошел мерзкий грызун смотрит с ненавистью но погибает брить барримор критический удар наносит черном барримора потренируемся в метании чакрама неплохо получается готов все вот этих нельзя малый скелет отмычки были то был вор при надо призывать его к ответу барримор я считаю патроны и здесь и стрелы барримор как насчет того чтобы немножко некромантии побаловаться вызов духа так помогите что происходит уходи не бросай меня здесь оставь меня пожалуйста хорошо ничего ценной информации не сообщил он интересная пещера почему волчья если тут волков нету может тут будет какой-то убер волк а вот собственно и тусуется ребята чтобы динамит не пришлось использовать это слабенький волк и тут еще скелет правда мы сюда за сандалим фаербол сразу оба неплохо джереми уничтожает целую пачку волков ох еще форму ящики разбил сэр джереми как же так энергетик быстро что будет происходить нападение очевидно будет что барримор плетется что не могу походить до барримор плетется волчата нападают может тут не надо было атаковать может этот волк разумен он дал бы квест какой-то а я сомневаюсь в этом сильно поэтому атакуем его все и добиваем чакрамом и волчонок третьего уровня сам погибнет он убегает придется потренироваться в метании чакрама конечно мне надо да метание хорошо вкачивать чтобы я мог учета противопоставить динамит появляется все волк готов опущем пещеру еще останки чьи-то сапоги и ржавый меч я даже брать не буду ящики я подарю подорвал этот но золото вряд ли я спалил так тут набор юного химика ребята чистая руда то что нужно то что нужно просто но сейчас мы сможем выполнить задание лойда кузнеца напоминаем что кузнец лойд попросил принесет немного чистой руды кузнец лойд в туманных холмах отправимся туда отлично надо было в эту пещеру сразу заходить как только так сразу до серджерами хорошо в таком случае в туманные холмы об там можно будет перегруппироваться закупиться у наверно у цыганки тоже можно воскресить вирджила потому что сейчас посмотрим сколько у этот валит за вирже и посмотрим заодно вирджил ли остался остался ли его тело лежать или она сгнила под солнцем констебль весь город благодарит тебя за помощь защите банка сэр на к минутка кое что вам сказать ничего на самом деле до свидания а у меня даже нету с собой этого шифра до взлома банка но сэр джерами ним не будет ничего взламывать лойд здравствуйте лойта не уделите мне секунду я у меня есть и руда вот держи великолепно очень вам признателен возвращайтесь немного позже сделаем вам кинжал так пару вопросов ки услуги начальная тренировка ассортимент ничего не хочет покупать трубы не покупает у него базовые вещи у него еще есть стрелы рецепт такое я уровень получил очередной 20 уровень 2 очка сейчас ребята надо внимательно значит что если я только надо сейчас аккуратно чтобы ты мне не как в прошлый раз давайте засейвлюсь по этому поводу всем я хочу посмотреть если я интеллект два раза что-то не появляется не появляется что мы можем в принципе вложить уклонение можно вложить в метание не могу вложиться можно в магию пойти исказить пространство и взять телепортацию энергии она жрет капец вот мне надо повышать ману чтобы я мог этим пользоваться мне конечно маны прибавилось немножко вот можно повысить телосложение это повышает мне ману и повысит мне еще и хп до сопротивляемость отравлению воздействует воздействие некоторых заклинаний влияет я бы телосложение повысил сейчас сложный выбор или в уклонение пойти в метание в ученика еще не могу потому что ловкости надо 15 ловкость надо в принципе бафать скорости будет больше понимаете это тоже хорошо силу идти не надо пока что интеллект тоже нужен чтобы вот эта дополнительная ячейка заклинаний была в магии сейчас надо не знаю даже что брать я бы взял телосложение 2 2 единицы повысит мне маны сразу запас или в ловкость пойти или не вашим не нашим одно телосложение одну ловкость или в магию пойти чтобы усилить еще урон от заклинаний а погасить жизнь взять не знаю давайте я возьму телосложение одно и одну ловкость так мы пойдем пока что в статы пойдем до до 20 уровень вот теперь я уже что-то стою 75 82 и тут надо затусоваться пока мы не пока мы не пока не сделают нам кинжал импортные товары арестятся можно ему впариться на так упомянуто а что там за кинжал черепа сиамских близнецов я не знаю где их искать похитили физки и погребаний незавно вот это можно сходить звезду азрама для клариса шарма но это сложное задание судя по всему налоги в черном корне я не могу собрать амулет натала я не знаю где он лежит мы еще не натыкались рестятся старый плут сэр займемся торговлей ботинки воровские инструменты а тут еще было пару домов которые я вскрыть не мог каменный уголь вам рестятся это вы не берете стрелы не берете рестятся штырь тоже не берете патроны не берете рестятся у вас хлам дальше ну точнее лучшие импортные товары в арканами это тоже не хотите брать до рестятся средства от мигрени вот вам пожалуйте чем этом открыть не могли это терапевт доктор мы где-то тут дом открыть не могли заперта дверь интересно что там есть только надо засейвится так и применить отпирающие чары апача тут крыса к жизнь была да бочка это ночлежка судя по всему какая-то значит не в этом доме была крыса я помню дом с крысой гипер это травы гейлин гейлин я амулет не нашел еще к сожалению спирт лечения меняемся я вам продам вот эти травы а вы не берете да не хотите возможно эссенции взять ну ты мне тоже жир кожей змеи аквавита духи там всякие что это такое глицерид карболовая кислота пита я бы вы какую-то взрывчатку создали очевидно только игрок может создавать взрывчатку ребята награфтить чтобы бомбы метать то есть мы найдем какие-то пару динамитов за всю игру это терапевт где там домик был с крысами а терапевт был же где-то еще один а вот тут наверное не это дома горожанина вот здесь дом не был же дом пытаюсь искать и найти не могу ну вот этот дом дать дом терапевта за ним понятно проникаем в заднюю дверь дома терапевта вот тут были крысы я могу окно она заклинило тут заперто попробуем вскрыть опа сэр джереми какие секреты таит в себя сточная крыса уровня первого все однако бочка тут есть ого термометр конденсатор магний кока от мигрени пилюли я не знаю это интересно доктору принадлежит или нет но раз у него тут крыса то вряд ли можно к нему сходить посмотреть как он к этому отнесется так привет друг вылечить начальную тренировку нужно лечение тренировку все у него все нормально тогда к цыганке не знаю сколько ждать к цыганке на обратном пути мы сбегаем потому что пока лоид скует свой кинжал мне тут больше делать нечего кинжал я забрать хочу посмотреть по крайней мере что это такое что он делает сэр прошло уже достаточно много времени как дела с кинжалом я закончил держите еще раз за помощь видите надо было просто прогуляться так это у нас искусный кинжал урон 2 по 6 энергии 1 по 3 короче понятно лоид торгуем 83 монеты забирайте пожалуйста динамит вот эту всю ерунду вы тоже не берете с этой ерундой ходить тоже не хочется особенно а давай к нашему старому знакомому это все впарим слим пикинс сэр как давно не виделись торгуем так вам вы ничего не хотите покупать из этого да уж посмотрите слима ну как же так свиток воскрешения у вас дешевле берем вирджила ребята папа свиток воскрешения взял хорошо слим пикинс но вы что-то плохо берете товары средства от мигрени сэр и кровяные пилюли вам зайдут термометр можно засунуть кое-куда патроны сэр 25 патронов на дороге не валяются вот я уже тысячу практически отбил стрелы не хотите так вот тут 60 процентов я хорошо закупаюсь у слима сладкие пирожные обязательно берем ребята вот это зелье еще вот это вот это вот это вот это вот это вирджил голый будет надо ему тоже какую-то шмотку купить сельский пиджак нормально и ношенные сапоги или ношенные дамские ношенные такие все затарились по полной я надеюсь тело его есть потому что если она сгнила то какой какой смысл тогда в свитках воскрешения арестеться три монеты пять монет на арестеться вы конечно да цены загнали вас полезного ничего нету ну и ладно цыганки к вирджилу воскресаем если нет то попробуем магнуса воскресить но магнус уже по сути не нужен потому что руду я и так нашел но магнус был неплохой напарник так цыганка коровы муму говорят кролики бегают мудрая женщина давайте это тренировали скрытность не менее давайте займемся торговлей она действительно мудрая вот ни одна из них еще не хочет мне нормальные скидки делать скорости у меня есть нету я одно возьму и вот это настой не очень себя проявил это надо взять и моргану надо взять 306 монет у меня не хватает не хватает мечи кинжалы понятно все так трупы трупы тут хорошая сельская местность трупы должны были остаться трупов нету ребята трупов верджила нету бочка закрыта кстати и не мог отпереть это не проблема теперь значит трупы исчезают через некоторое время 47 золота части револьвера свиток в воскрешение что надо за магнусом бежать тогда может он еще жив может свиток работает что в принципе возвращает к жизни человека из выбора из списка а не знаю но свиток есть у нас любом случае он понадобится еще в будущем я так думаю поэтому мы бежим вперед бежим вперед за магнус где у нас гуфнулся нато тут так далеко пилить я могу сюда а я не могу проход забракировано найти мост проход или транспортное средство то есть я еще не везде попаду туда горную гряду я не могу пересечь значит что мне делать в черном корне что мне делать мэр мне не захотел черного корня отдавать налоги и а вот это задание сделать еще не могу но значит надо или дуть мастерскую лайма проверить магнуса у меня большие сомнения что он там жив дуем короче на восток эльфийские руины можно исследовать заодно познакомимся с эльфами так вот я думаю ребята опа нападение может какой-нибудь способ изменения зефира умри тупица опасно выглядящий человек 20 уровень уже что у нас тут фигура в плаще 5 уровень опасно выглядящий человек так ножи убрать молодые люди познакомиться с барримором и наверное да не то делаю вызываю 2 барримора да так это уже не опасен вообще ну и все они получают второй барримор идет решительно ну второй барримор медленный очень этот не опасный вот этот опасный удар дальше не пробиваю его убиваю так у по мне замахиваются молотом попадает лег вот эта фигура тоже ложится потому что нечего нападать на сэра джереми золото на базу и амулеты молоха мантия ржавая булава кинжалы какие-то золото проклепанная кожаная броня это может стоить не неплохих денег на ботинки дайте не нужны и сельский пиджак взял порадовался что смогу оживить друга но нет сэр вас придется изгнать и мы продолжаем свой путь за магнусом не иду не имеет смысла я думаю так ну и пешком путешествовать о алтарь торга что это такое стоп 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 машина что это такое значит и можно самому места еще находить надо посмотреть ребята так и всем какие-то кости лежат что-то опасно я вас алтарь ну сэр джеремио великий торг могущественный торг ты знаешь нашу кровь и плоть великий торг могущественный торг твой гнев подобен стихия древний торг мудрый торг твои дети потерялись древний торг мудрый торг их сердца цена уже заплачена великий торг могущественный торг я дарю тебе эти красные рубины древний торг мудрый торг мое сердце принадлежит тебе пока она жива красные рубины надо до возложить у меня нет таких но это надо запомнить туда эту местность интересно уж какой-то квест получится ладно алтарь это хорошо че ресторан тусуемся куча места надо лазить по карте до великий исполинский этот арканом пойдем в эльфийские руины посмотрим че там в принципе ваш баре еще рано как по мне вот это я зря сделал знаете почему потому что сейчас надо выходить будет из таранта но при этом я наверное в парюсь за одно ребята давайте я за кадром в парюсь и на выходе из таранта мы увидимся так эльфийские руины да интересно весьма сейчас мы посмотрим львы отображены но давайте посмотрим марби альские руины равнины и эльфийские руины на них как созвучно ума заключает сэр джереми партингтон 3 мы на восток отправляемся мы здесь еще не были и тут может быть опасно запретная яма какая-то и кто-то совершает нападение а ну-ка стоп кто это у нас хилый волк первого уровня не так уж и опасно оп оп запретную яму посетить ли почему нет только надо сохраниться сэр джереми запретная яма давайте только отменим маршрут нас она поблизости еще кто-то нападает стоять маленький жирный проныра если хочешь жить давай деньги 200 монет ничего себе орк главарь банды а если откажусь платить два деньги или умри лучше уж я выжму всю кровь из твоего мерзкого тела говорит сэр джереми начинается драка на сэр вы не джентльмен это явно положите сложите оружие уйдите с миром к сэр джереми пардингтон не разозрился слушайте серьезный главарь банды что можно сделать с ним на применить заклинание невидимой силы его отбросить трое машет кулаком первый подбегает еще один кинжал достал из-за пазухи посмотрите так этого пробиваем этого сейчас вообще у работаем с трех ударов а вот этого надо отбросить наверное сэр говорю посторонитесь папа сэр джереми надо пить бутылку и конечно же он кинжал должен выбросить потому что сэр джереми сэр джереми отправить чакрам критическое попадание на 7 единиц 6 единиц подходит кулаком маша чакрам я уже неплохо метаю но тут надо заклинание вред наверное использовать и отбрасывать молодого человека хоть я и трачу на это ману орк удивлен откуда же это невидимая сила а папа сейчас опасная ситуация энергии мало я чуть в оморок не упал готов вот и бандиты местные что у него меч мечом вооружен и кинжалом два меча было а я подобрать не могу просто потому что я перегружен за меч такой был кладенец орка обычный меч золото 88 угол него стальной варварский доспех весит капец можно будет продать хотя кому это продавать сладкие пирожные нужно скушать ой ребята нагрузка большая за счет доспеха умеренное можно еще нести а девушки нжал я наверно подобрал уже сохранение до следующего уровня долго достаточно с эр джереми в яму запретную так оооо черная вдова седьмого уровня ребята и куча мусора это случайная встреча или нет я не знаю но фаербол туда летит потому что сэр джереми пардингтон третий терпеть не может пауков спускаемся в яму спустился еще паук один сэр джереми одного пропустил готов фу хорошо так куча мусора неопознанное кольцо и золото 350 да тут кто-то встрял капитально я у меня сомнение что можно дух вызвать паука и все но неплохая случайная встреча сохранение кольцо может быть наконец-то какое-то магическое тусуемся в эльфийские руины уже пошло уже пошло участвовать и аэшбери не так уж и далеко так подождите ребята физки руины кто-то тусуется знатный темный эльф седьмого уровня со всеми переговорим меня интересует логово бели грима кто это что за логово откуда она у нас с каких-то слухов очевидно попробуем переговорить для начала ту профессора джеймса застрелили очевидно темные эльфы постойка что ты здесь делаешь да я иду известного университета я кстати почетный член библиотеки сэр путешествие по сельской местности записываю легенды я тебе не верю последний раз спрашивает что ты здесь делаешь ладно сэр мы будем с вами честны меня послали чтобы кое-что разыскать что ты имеешь ввиду под словами кое-что разыскать одна богатая женщина из высшего общества заплатила мне если принесу ей могильный камень и ты значит подумал просто придешь сюда и сквернишь нашу священную землю без понятия мне просто нужны были деньги мне правда жаль сэр скажи кто она и мы тебя отпустим джентльмена замочили очевидно это варвары какие-то хотя знатные написано я не продам ее доверие чтобы она не сотворила сэр я бы посоветовал тебе изменить свое решение она ведь не стоит твоей жизни верно лучше я убью вас всех принимают решение сэр джереми пардингтон 3 и начинается капитальный замес что это эльфы у эльфов наверное иммунитеты но мы-то тоже не лыком шиты да мы это выключим мы фаерболт зашлем аппача по 23 единицы аппача и третий фаерболт 3 альфа лежат что вы теперь скажете молодой человек а что делает призыв наверное некромантий немного побежал по ох машет каким мечом пасм баримор а ну-ка расправьтесь с ним незамедлительно сейчас моему еще заклинание вред дадим как он себя чувствует будет готов надо было выбить меч из рук а мы и так справились сэр джереми пардингтон 3 и очередное преступление да да это преступление считается на сэр джереми пардингтон 3 у нас известный оккультист неопознанный меч надо забрать поэтому ему не чужды преступления если нет свидетелей профессор бутинки были у профессора эльфы вот ничего себе эльфийский короткий меч урон щит наконец-то мы заценим и бутинки какие-то интересные неопознанные сапоги так придется вот этот стальной варварский доспех выложить потому что я иначе не заберу лут щит я возьму и я хотел посмотреть повышать класс брони но мне надо тогда больше силы чтобы я мог чекран бросать если я использую такой щит поэтому мы щит наверное выложим мне не нужно вот ботинки я бы забрал стрелы и опознанные сапоги лук обычный и стрелы и неопознанные сапоги наверно какие-то эльфийские сапоги проворства луки оставим по весу как умеренная нагрузка и сэр джереми пардингтон заходит в подземелье очередное ох тут ребята страшно потому что там ходят кто кто стоп зомби третьего уровня не проблема сэр джереми фаербол летит наносит много урона надо какие-то слезы морганы выпить вообще надо было передохнуть перед заходом подземелья давай уже все-таки этих двоих зомби разберем огненный паук там еще зомби быстро быстро достаточно на третий уровень огненный паук это хорошо что я его уничтожил потому что ох как баримор со своими же собратьями расправляется баримор более высокого уровня чем зомби обычный так по баримора попал баримор извините еще раз извините зомби на меня решает напасть так готов зомби все вот этих нельзя мы выйдем отдохнем собственно баримор не качепычки тут мы тут до излечения передохнем встанем лагерем если кто-то подойдет мы ничего не мы ничего не видели мы пришли и тут уже куча трупов лежит все сэр джереми готов возвращаться призывать ли баримора я думаю да надо призывать потому что тут еще зомбарей повставала сэр джереми пошел это и едкий зеленый цвет вот это меня беспокоит тут действительно не было пауков зомби берем с легкостью так все вроде окей баримор заходим паучок ползает посмотрите на него заметил его сэр джереми огненный паук 2 уровня вред нормально ему наносит урона но надо два раза пробить баримор мы не знаем куда идти поэтому мы пойдем для начала на юг главное на паука не нарваться потому что боюсь их сильно они отравления очевидно вешают какие-то очередные двое зомбей что тут осквернять по позвольте это упырь уже 6 уровня нечего осквернять как магия по упырю нормально я уже 16 урона первого загринанием первого уровня наношу ох как он подкрался посмотрите хватит не маны хватит но бутылку надо выпить хорошо пыль так плетеная бочка заперта когда это было проблемой для сэра джереми оп заклинание применено и неопознанный медальон слушайте мы хорошо тут хорошо сходим осквернитель эльфийских гробниц полурослик сэр джереми если бы я играл за эльфа конечно же я бы этого не делал но вот я думаю полурослик может себе позволить джентльмен конечно людей тоже особо не жалует после того что узнал гилберти бейте его поступках но все-таки статус джентльмена надо ух тут серьезная тусовка ребята могилы мумия 6 уровня тут надо наверное бафнуться тут надо использовать зелье неутомимости вот эту банку тоже использовать использовать быстроту огня сэр джереми потому что тут сейчас надо сандалить капитально мумия и зомби но файл фаербол летит опа удар какой мумия быстрая достаточно двое подходят на одно на один уровень возможно сейчас огненный шар зайдет или вот стену огня вот так вот прописать наверное следует отступить и фаербол отсюда куда-то отправить по троим по мумиям больше урона огнем залетает ну по вот этой по крайней мере здесь ненавистью смотрит но и погибает интересно их можно лутать понятно барримор опять где-то застрял лутать мумии нельзя сохраняемся я зря боюсь судя по всему нам вполне себе по уровню эти квесты которые сейчас делаем то есть квесты таранта да я вам чакрама могу разводить зомби посмотрите что сэр джереми как уже метает чакрам тут зомби вы тут над гробом тут наверное дух какой-то выскочит эльфийский и проклятие она нанесет на нас капитальная хорошо ходит вот эта мумия 6 уровня ее надо вырабатывать готова и все все дела всего-то и делов а сэр джереми пьем бутылку вазы магический сундук естественно монета монтура вот они здесь находятся да может какие-то эльфийские ух тут меч неопознанный может эти монеты какие-то эльфийские нам скоро предстоит это выяснить потому что судя по всему наше задание связано в принципе с эльфами которые как нам сказали в шахтах черной горы нет места для предмета а я должен вот это вынести шутите а как я это вынесу барримор нам нужен напарник а барримор не может носить неопознанный доспех стрелы неопознанный лук вот вы посмотрите с эр джереми проблема возникает ботинки выбросить что у нас еще ржавый меч выбросить доспехи лук надо взять все остальное цен да ценные вещи ребята ценные вещи но если я там банку выпью не 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 так ты делаешь сюда это сюда доспех еще например выношу лук я не выношу уже спички лук я уже не выношу а это все неопознанные вещи значит это магические вещи это хорошие деньги кистяной кинжал надо выбросить откуда он у меня кстати урон 1 по 3 так сэр джереми надо не выпендриваться кистяной кинжал выбрасывать меня еще одну ходку надо будет делать за этой надгробной плитой судя по всему надо понять сколько она места занимает в принципе в инвентаре давайте вот так попытаемся сделать выпьем сейчас еще одну бутылку какую не жаль вообще не жаль глушитель двигателя не жаль вот этот весь мусор лавовый камень я не знаю может он понадобится потом его мы где-то тут сложить аккуратно престон редклифф надо мне этот паспорт или нет то уже не надо наверное а может потом понадобится не знаю он занимает место сюда гробная плита слышишь не лезет не лезет ребята наверное сколько она весит тысячу стоунов до сюда вообще надо без всего приходить чтобы это все вынести но в таком случае мы делаем сначала выносим то что выносится в принципе то есть так а потом вторую ходку сделаем интересная еще такая вещь что мадам там можно было сдать в диалоге но сэр джереми решил не делать этого все луг взял ходить могу могу еле-еле надо капитально разгрузиться а по заданию еще написано это нет это нет это рано нам еще до эльфийский погребальный камень патенбаум что еще тут по карте в принципе больше тут ничего нету мне казалось вообще древний какой-то храм будет эльфийский надо делать переход быстрый в тарант это все впаривать в принципе до эшбери недалеко на в таранте в эшбери мы не были а в таранте мы были и во первых мы сейчас выйдем без камня нас никто не сможет ни в чем обвинить во вторых в таранте понятно кому еще продавать поэтому я дую в тарант все-таки ох ничего себе стопа не надо тут что это большой паук седьмого уровня очень большой действительно подходит ко мне этого не допустить просто удар совершает фу да было страшно и и опыта навалили за это уходим еще ой-ой-ой ребята плохо дело это плохо дело уже так ну тут надо фаерболы наверное сандалить хорошо заходят по паукам разлетаются они просто тут еще один один прямо возле меня сейчас надо отступить отступить сэр джереми еще за сандалить и этот но еще засылаю фаербол вроде все до бутылочку на всякий случай выпьем а я немного разгрузился собрать с них ничего нельзя противные противники опыта дают очень хорошо еще кто-то нападает кто не не вижу это у нас черная вдова седьмого уровня тоже фаерболом наверно обойдемся все намного пауков встречается нынче на пути великого героя джентльмена оккультиста я помню что в таранте еще задание по сиамским близнецам но я так и не понял где его доставать этих сиамских близнецов еще кто-то нападает стоять маленький жирные пронера лучше я выжму всю кровь не но мы же будем джентльменом если откажусь платить сэр давай деньги или умри уважаемый у меня нет 200 монет ты заплатишь кровью говорит орк ну и получает фаербол оба причем получают хорошо это на ним заходит на так себя надо разоржать так меч еще достал посмотрите трое кулаками бьет ничего себя ума заключает сэр джереми еще фаербол сандалит по мечу заходит урон от этого аж кусок отлетел господи сэр джереми страшный человек забрать я ничего не смогу к сожалению золото а вот с этого ничего не могу взять видите потому что его тело разлетелось меч и ржавый меч и ржавый топор мне не нужны поэтому мы в тарант ребята бежим и хороший навар у нас у нас хороший навар очень приличные вещи которые возможно сможем сейчас продать за хорошие деньги в чем прились цыганки добрый сэр в том что она не спит по ночам поэтому мы к мудрой женщине ночью отправляемся однако ночью опасно путешествовать почему потому что могут же на нас напасть до заторговать неопознанные вещи берет кстати посмотрите у нас сейчас будет амулеты плюс кольцо еще будет крутое а может и проклятое какое-то так что надо это тоже смотреть сэр джереми надо сохраниться потому что ночью опасно мы уже знаем что банда орков на на нас охотятся не пойми за что уже потому что я не поддержал революцию нам уже потому что еще как раз им вместо с тобой что что это что думаешь может тусоваться в нашей части города не платить за провод гони 25 монет мелкий жирный про ныра если откажусь сэр угрожается приближается так и испробуешь остроту моего клинка собака душевым выжму всю кровь из твоего мерзкого тела так начинается драка ломай эту сволочь парни кричит бандит выбрасывает меч потому что он ему не понадобится ну и познакомиться наверное с баримором баримор задайте ему трепку он потому что очень невежливый ворк вор получает два удара уклоняется я тоже уклоняюсь еще два удара готов молодой человек что это у нас было дымный порох золото и ношенные ботинки ничего интересного баримор где парни а парни прорисовываются судя по всему а вот и парни так спокойно молодые люди орк вор оружие служите оружие выпало то и отступите в сторонку потому что шо ну магия это имба конечно удар магии он еще кинжалом вооружен пока баримор дойдет до него думаю моего чикнем и так зелье то большое можно выпить потому что он может быть не один а чакрамом можно его пробить ребята мало урона наношу чакрамом зато он стоит на месте и это в принципе нормально баримор удары все и орк готов мерзкий вор посмотрите металлические пластины тоже курил табак дымный порох может готовил мушкет но не получилось у него приготовить мушкет сейчас надо будет потратить много денег достаточно на опознание этих всех вещей и их продать выгодно я очень надеюсь что опознание вещей окупится мудрая женщина так идентифицировать сапоги эльфийские сапоги магическая сила 100 и сопротивление урона плюс 5 и изменение шума плюс 25 до эльфийский короткий меч ну так себя неопознанный меч медленный меч скорость минус 6 вот это проклятый очевидно предмет потому что на урон 5 по 10 ребята это неопознанный доспех кожаная броня болезни сопротивление урона 20 процентов сопротивление яду минус 100 постоянное отравление потеря энергии доступная магическая сила что и 100 я хочу сразу продать этот предмет по боже рада вас видеть ваш слуга находится под контролем конечно мем вы ничего не видели вы ничего не видели она не хочет это покупать так неопознанные сапоги за 154 монеты берет а опознанные эльфийские за 236 монет продаем шлем появился темный шлем класс брони 6 мировоззрение минус 20 м с не знаю что такое класс брони слабенький по сравнению с нашим шлемом забавный предмет лук ужаса еще есть у нее господи ты боже мой сокрушающий молот молот адского пламени клирические вещи у вас мадам идентифицировать продолжаем вещи неопознанные сапоги сапоги лук эльфийский охотничий дополнительный урон животным наносит дистанция 15 т.п. плюс 10 не знаю что такое т.п. в мануале вот многих этих сокращений не описано в этом проблема теперь амулет медальон безмолвия скрытность плюс 2 так себе кольцо кольцо сопротивляемости яду к класс брони плюс 10 сопротивляемости яду плюс 20 великолепное кольцо в нашем случае ребята и шой ну и теперь надо это все продать и невыгодно продавать надо идти к магу а чтобы идти к магу надо отдохнуть отдохнуть где можно ближайшее место и лучшим просто из мест конечно же у мадам лил конечно же у неё только у нее деньги остались на 572 мы богатые сейчас будем давайте я это все впарю опять-таки за кадром мы продолжим приключение уже наверное в следующей серии потому что мы сегодня ну чуть-чуть сделали чуть-чуть сделали но такие часовые пусть они будут потому что ну сильно длинные тоже делать не хочу я посмотрю как она в принципе я ее залью посмотрю как она в квадратном разрешении записалась нормально ли или нет в мадам лил джереми пардингтон не проходит мимо этого слова этого заведения мадам мне бы был нет есть работал обмен на девочку у меня небольшие проблемы с деньгами вот что я вам скажу у меня есть для вас небольшое дельце в обмен на время проведенной с одной из девочек вы заинтересованы квест что нужно сделать мадам лил на прошлой неделе касси обслуживала мистера мурланда на дому она забыла там прекрасное рубиновое жерель если вы вернете его я постараюсь чтобы одна из моих девочек как следует позаботилась о вас но в этом деле есть один нюанс и какой же мисс мурленд не должна знать что вы пришли за украшением она очень расстроится если узнает что ее муж проводил время с кем-то из нашего заведения их дом находится в девоншире между вермиллион и кессингтон заинтересованы в работе ну тут надо убеждение наверное мадам лил но я попробую вернуть его ожерелье надо наверное проникать скрытно я не знаю получится ли у меня это так электрический фонарь может не получиться кессингтон бродвей а еще есть подозрение сразу у сэр джереми что это ожерелье не принадлежало девочки что это все профанация от мадам лил мадам лил решила схитрить немножко заюлить да но в принципе попробовать можно почему нет так что давай сэр джереми задание из задания и мы потому что пользуемся постоянно услугами мадам лил я думаю нам не помешает так что тут электрический фонарь шоссе тори я куда-то не дойду бульвар десайл вот здесь кажись и кессингтон нам нужно да это полтонский перекресток десайл как эту мадам помаду звали я запамятовал уже ребята мистер мурленд улица девоншер 46 что такое тут подсветилась непонятно я еще сюда не лазил магический этот дом ночью в принципе можно это сделать я боюсь потерять репутацию и так уже на единицу упала наше мировоззрение вот тут еще какие-то дома это полтонский перекресток это тарантиянец я перешел по моему дома нужные мне север миллион это у нас делорес бестон экстрасенс вот где-то здесь они живут все тут жилые дома это граммсон улица подождите это оружейная смита я что-то теряюсь это гостиница тут же где-то живут это джентльменский клуб вермиллиона ну вот же он дом франклина так вот вот здесь вот улица девоншер дом хальстеров дом мурлендов открыто подруга тут тусуется до тумба заперта но убеждение надо я даже не знаю мы попробуем конечно одеколоном надо сэр джереми воспользоваться где мой одеколон куда деп куда вот он сейчас только надо выйти мем прошу прощения чтобы она ничего не заподозрила одеколон дракон временный бонус красоте штраф женщинам так красота 9 стала не очень хорошо мэм чем могу вам помочь сэр можете мне помочь лора так может быть зависит от просьбы не слышал ничего не говорят мадам лил можно запороть задание очевидно что ожерелье в тумбочке я от мадам лил попробуем напрямую ах вот откуда взялась эта безделушка ох хорошо что вы нашла что ты нашла ожерелья вот да я обнаружила его сразу после того как ушла эта шлюшка кэсси та еще штучка меньше чем через час после ухода мисс мурленд вернулась домой и стала проверять мою уборку наверняка она бы нашла его а это служанка нам повезло это служанка лора без сомнения мадам лил очень обрадуется что ты нашла его раньше где она постойте мистер я спрятала его от мисс мурленд я молчала о нем я хранила его все это время что я получу в награду за все это но я понимаю ты заслужила некоторое поощрение за беспокойство ага я так стараюсь вкалываю весь день поддерживаю чистоту и порядок для мурлендов думаете они ценят это нет ни капельки постоянно называют меня ленивая бесполезно ничего себе богачи я бы немедленно ушла от них если бы мне не были нужны так деньги бедная девочка могла бы найти для себя что-нибудь получше наверное смотрит на вас блестящими от слез глазами что вы имеете в виду почему бы тебя не воспользоваться своей молодостью и красотой пользоваться о чем это вы но тебе же приходилось видеть девочек мадам лил мадам лил эти девушки должно быть самые богатые люди на свете всегда одеты в лучшие шелка в самые красивые платья не похоже что у них тяжелая работа наверняка им чудесно живется юная леди вроде тебя с легкостью получит там работу да конечно не знаю зачем вы все это плетете но это не поможет вам получить ожерелье нет правда думаю у тебя получилось бы устроиться мадам лил ха не не врите мне я же знаю что мадам лил послала вас я хочу 50 монет не уступлю и пенни так угрожа нет хорошо держи давай ожерелье это уже больше похоже на правду вот держите с вами приятно иметь день и дело до свидания не получилось стать сутенером у сэра джереми пардингтона и пришлось заплатить деньги ожерелье кесси с м это что такое сопротивление магии плюс 40 без дебафа до 56 становится класс брони а ну-ка давайте посмотрим ребята вот а вот здесь эти расшифровки можно прочитать урон у бт точность может быть у а здесь м сопротивление магии с о это сопротивление огню яду электричеству и урону силу понятно одеваем сопротивление магии 40 процентов можно не отдавать это ожерелье вы посмотрите какая халява сэр джереми пардингтон будет честен перед мадам лил и вернет и ожерелье потому что он часто пользуется услугами ожерелье просто топовая злые мысли посещают сэра джереми пардингтона что за такое ожерелье можно жить окнат мадам лил и всю ее контору ну а кто же будет тогда услуги предоставлять опытному джентльмену а если такое сделать но ожерелье конечно супер сопротивление магии без дебафа то есть она работает в принципе я пробежал в своих раздумьях очередной раз мадам лил помещение знатная самый лучший так дом мадам тюсо это нет это худший лучший вот сюда мадам лил приветствую вас добро пожаловать к мадам лил она достала жерелье кэсси замечательно забирает ожерелье тогда как я обещала можете взять любую девочку на выбор чтобы развлечься наслаждайтесь наградой спасибо мадам лил мы тогда кэсси возьмем здравствуйте мистер преподам счастье урок кэсси как забывать свое ожерелье по джереми пардингтон я была такой непослушный пока вас не было так бы хотела наказали меня хотите снова меня выпарить конечно приступим так-то-то-то сэр джереми пардингтон наказатель слушайте некуда сложить доспех сэр джереми будет в ролевые игры ребята будут потому что в шлеме придется не могу сложить доспех это как сложил в шлеме будет сэр джереми а и кольцо надо напялить и амулет на скрытность плюс два я не знаю давайте посмотрим как она скрытность где наша ученик подождите она неплохо она неплохо по моему бустит да сейчас мы подкрадемся и напугаем еще для кэсси чтобы она не это не выпендривалась и кольцо сопротивляемости яду конечно же одеваем класс брони 38 становится и сопротивляемость яду 45 отлично теперь ловушки нам не помеха кэсси в следующей серии мы увидимся ребята потому что игры я оставлю на за кадром но цензура сами понимаете сэр джереми пардингтон третий эсквайр некромант и просто джентльмен арканом до свидания